РОССИЯ! РОССИЯ! Всем привет, ребятки! Привет! Вы, как обычно, на канале с своим входом, и мы продолжаем наши круизные путешествия по рекам России. Что находится внутри нашего круизного теплохода, что вообще ждет гостей, которые отправляются в какие круизы, какие развлечения, много всего интересного. И, конечно же, в этом круизе будет очень много классных, красивых мест. Смотрите, какая красотища! Все вам покажем в съемке с воздуха. Погнали! Лапти разбить! У нас сегодня уже шестой день нашего круиза на теплоходе по рекам России. Все завтраки каждый раз постоянно на такое разнообразие. Сегодня, например, у нас омлет с шампиньонами, грибочки, котлеты, запеченные грибы с сыром. Мой солнечный блинчик взял себе три блинчика с солнечной сгущеночкой, чтобы быть еще солнечней. Снова вышли с нашего круизного теплохода и приплыли на остров Валаам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы уже плывем обратно в сторону Питера и завтра в 9 утра будем в Питере, а сегодня у нас офигенно насыщенная программа. Мы на Валааме, мы целый день сейчас в 8 часов утра, а уплываем отсюда в 7 часов вечера. Остров Валаам находится на берегу Ладожского озера. Это все? Рассказят Лизы об острове Валаам. Очень крутой лес, такой, понимаете, аромат свежий. Идешь так свежо, прохладненько. И почему-то в этих экскурсиях я иду, и обычно, когда начинаются экскурсии, я такой, фу, экскурсия, неинтересно. Здесь идешь, бабушка, что-то рассказывает, слушаешь ее внимательно. Не знаю, почему так происходит, может какая-то своя атмосфера. Идешь так, знаешь, как-то спокойно на душе. Идешь, отдыхаешь. Почему ты всех называешь бабушкой? Что там тетя? Тетя, ну да, знаю, что у тебя есть, что ты рассказываешь. Ну просто так клево идешь, такое состояние какой-то свободы непонятное. Идешь, даже его не описать. Ни о чем не думаешь, просто идешь, смотришь вперед и наслаждаешься жизнью. А еще на Валаам ходят отдельные круизы, например, трехдневные, двухдневные. И можно просто поехать на выходные прямо из Питера и из других городов и стран мира. Из Исландии можно, из Новой Зеландии, да? Сон, что ты несешь? Какие страны мира? К нам можно поехать из Питера на выходные, классно отдохнуть с семьей, погулять. Представляете, еда включена, экскурсии в Кишинай. Едешь, кайкуешь, отдыхаешь, дышишь свежим воздухом. Отличные выходные, вот. Явно лучше сидеть дома смотреть футбол. Получается, у основной группы маршрут 3 километра до скалистой бухты, а мы пойдем до конца. А вот здесь, они там уже свернули в скалистую бухту, а мы идем вдоль леса, вот так по тропиночке. Выйдем в самом конце острова, грубо говоря, и пойдем вдоль всего скалистого берега. У нас 3 бухты целых, а у них всего лишь одна бухта. И просто таки медленно они встали, это вот дерево, а это вот мох. Здесь вот посадили деревья, а раньше их не было здесь. Лучше самому прогуляться, интереснее будет. Айда в пляс, айда в пляс, айда в пляс, айда в пляс, айда в пляс. Нормально, мы отбились от нашей экскурсии конкретно, мы почти заблудились. Смотрите, лес вообще, тут могут быть змеи, я не знаю, медведей, наверное, нет. Но очень красиво, ищем выкат к озеру. Айда в пляс, айда так, чтобы лапти разбить, оп-оп. Смотрите, какая красота, ребята, прям как на Кольском, вообще красиво. Мы ушли очень далеко, реально почти заблудились, теперь нам главное на наш типоход успеть, чтобы он без нас не отплыло. Бляс да так, чтобы лапти разбить, оп-па! Лапти разбить, оп-па! Эх-эх-эй! Вот чтобы было понятно, смотрите, здесь находится наш паром. И мы должны были вот сюда, вот сюда и только вот сюда прийти, вот-вот, понимаете? Все наши группы туда ушли, а мы вот так вот, бог, вот сюда вот идем вверх, и все сейчас так по кругу обойдем. Вау! Вот это да! Вот это кайф! Это какая-нибудь стоянка, здесь можно спокойно лагерь разбить, по идее. Если с палатками приехать, посмотрите, и будете спать на таком великолепном берегу. Нетронутая гладь воды, ветра вообще нет. И не так жарко, не так душно, так знаете, свежо, хорошо. Это мы и дело нам жарко, потому что мы тут танцуем, пляшем, а так погода вообще шикарная. Выйду в поле, длани раскину, забуду горе, да выгну я спину, вдохну глубоко, а потом успокоюсь, покуда есть силы, я буду с тобою. Здесь такой жмок, как на Кольском поводстве мы когда были, он прям хрустящий, да, да, проверим. Аааа, как хорошо, ааа, это как, знаете, вот эти вот, когда покупаете новую технику, она в такую пленку обернута с этим, с пузыриками, хлопаете их, это то же самое такое, ощущение крутое. Светлая Русь Светлая Русь Светлая Русь Мне кажется, у него крыша поехала. Да, наши бабушки-одуванчики, которые там на теплоходе, сюда бы точно не пошли, потому что все-таки 10 километров почти, это мы как в день на Кольском проходили, правда без рюкзаков, но все равно не все выдержатся. Вот это, Вася, поворот. Смотрите, прямо на видите, ворота из елей. Заходим в райский лес. Бухта, скалистый берег, причем это одна из бухт, и обычные группы туристов сюда вообще не добираются, потому что они добираются вот там далеко-далеко, а мы, видите, круголя дали, и с самой конечной бухты начинаем возвращение обратно, но уже вдоль берега озера. Здесь очень красиво, посмотрите, какая красота. Мох хрустящий, как чипсы хрустящие, ааа. Какая вообще. У нас тоже очень много красивых мест, главное их найти, а не сидеть в своем городе и говорить, что ай, посмотреть нечего в России, как я раньше делал, в Питере сидел, ездил по Азии, по России не путешествовал, думал, что в России ничего нету, нужно просто поехать, и вы увидите очень много всего красивого. И очень многие даже сейчас вам в комментариях пишут, а что тебе поехать в Россию, сервиса нет, ничего нет. Я, честно, я очень скептически относилась ко всему, думала, что это будет там Советский Союз, а-ля ого, вообще все не так. И даже то, что там 80% пенсионеров, и то, что вообще не смущает, это потому что реально очень круто. И вот само путешествие реально клевое. А почему на самом деле вот на борту больше всего людей таких, ну, такого пенсионного возраста? Нет, это вообще статистика, то есть более 70% населения Российской Федерации не имеет загранпаспорта. И мне кажется, именно эти люди как бы в это путешествие-то и ездят в основном. А вся молодежь, вот молодежь, мы вам показываем красоту России, так что давайте, подключайтесь. Если в Азии много всего видели, я думаю, что вам здесь тоже понравится. Если нам понравилось, людям, которые объехали всю Азию, были в Америке, в США, в Исландии, думаю, вам тоже зайдет. Мы взяли с собой наши шапочки, которые покупали еще в начале экскурсии. Россия! 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 В общем, здесь просто классные фоточки в Инстаграм. Заходите в Инстаграм, потому что у нас там будут такие фотки с шапочками, да? Что вы представляли, насколько это озеро огромное, оно составляет площадь Израиля. Береговая линия составляет 150 км. Вот здесь вот самый кайф. Просматривается весь скалистый берег и видно вообще, что он из себя представляет. То есть мы уже поднялись чуть выше, идем в сторону нашего теплохода. Вот видите, такие отвесные скалы. Не очень высоко, но смотрятся эффектно. Такие ели, сосны, наша природа родная. Я придумала новую версию экскурсии для теплохода, называется Экстрим, для самых молодых. Да, мы можем быть гидами. Берите нас, мы будем водить людей по таким местам, где вообще никого нету, потому что мы уже столько идем, ни одного туриста мы еще не встретили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как видите, не обязательно ехать на Кольский полуостров, на котором мы были недавно, потому что совсем здесь рядом с Питером, буквально вот, можно спокойно на машине приехать, можно на теплоходике приплыть. Находится такая красота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Супер! Мне кажется, я сейчас обед просто с метелю. Обычно я не доедаю и Виталику отдаю. Сегодня Виталику ничего не достанется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Сразу видно туристическое место, дорога вся вытоптанная, причем широкая, скалы, камни здоровенные, вот такая вот красная скалистая бухта. На этой тропинке просто хочется подсмеяться над гидом, который вначале говорил, оденьте удобную обувь, вас ждут приключения, независимые леса России и острова. Вот так хочется сделать, потому что ну что это, это обычная тропинка, а вот там где мы ходили, там реально нужны кирзачи, не знаю, какие-то крутые ботинки, которые у нас были с собой на Кольском. Теперь я точно поняла смысл выражения нагулять аппетит. Мне просто так хочется кушать. А знаете, что самое приятное, что сейчас обед, а на обед у нас обычно салат. Первое, второе, десерт с чаем. Пришли обратно на паром. Получается вот такой круг в 9,4 километра, но на самом деле больше. Друзья, мы выжили, мы добрались до нашего теплохода. Салат из красной рыбы вначале принесли. Сырный суп с курицей. Борщ московский. Курица фаршированная сыром и картофель фрин. Биточки мясные поселянские с макарошками, вот такими справками, соус древной. Ммм, на десерт шарлотка с бананами и яблоками. У меня шоколадное морозное вот такое. Снова выходим опять на Валаам и уже на другую экскурсию идем. Все это один день. В общем, на таком корабле мы поплывем, однопалубном. Когда пересаживаешься вот на такой вот однопалубный теплоходик, наш теплоход четырехпалубный, кажется очень высоким и большим. Вот мы и добрались, ребята. Выходим. Причем, как вы заметили, вышли мы не из нашего однопалубного теплохода, который нас сюда дает, а вышли мы из адмирала Кузнецова. Здесь на острове раньше была гостиница для монахов и паломников, но она сгорела. И чтобы где-то размещать гостей, приняли решение привезти сюда вот этот огромный теплоход. Он самостоятельно не может пройти через вот эту узкую бухту, по которой мы сейчас шли. И с помощью маленьких лодочек и тросов его перевезли сюда, поставили. Теперь это плавучая гостиница, адмирал Кузнецов. Да, и отсюда он самостоятельно тоже уплыть не может, потому что он сядет на мель, просто перевернется и затонет. Мы с вами посмотрели летний Валаама. Представляете, какая есть красота осенью, зимой. Здесь специально такая поставлена галерея, фотографии, выставка. И мы с вами можем посмотреть, как здесь в эти времена года. Поэтому сюда нужно приезжать не только летом, реально очень красиво. Такой еще лед прозрачный, такой чистенький, снегом пропирошил и можно даже на коньках покататься. Субтитры сделал DimaTorzok. Все, экскурсия закончилась. Плываем обратно на наш стеклоход «Лунная Сонатор», где нас сейчас ждет последний завершающий ужин с капитаном. Вот и все. Мы приплыли. Швартуемся. О, сертификат речного путешественника Грачева Елизавета и Ичин Виталий. Так, мы к ужину готовы. Сегодня, видите, в рубашечке. Сейчас у нас ужин с капитаном корабля. Заходим. Нас встречают трубачи. Вот девчонки-официанки тоже наряжены красиво. Вот наш стол. Капитан теплохода «Лунная Соната» Быков Алексей Анатольевич. Добрый вечер, дорогие друзья. Наше путешествие близится к завершению. Завтра мы с вами пребываем в город Санкт-Петербург. За этот небольшой промежуток времени, что длилось путешествие, вы побывали в разных местах, вы совершали экскурсии. Я уверен, что многие из вас по этому маршруту ходили. Но я думаю, что в этот раз каждый из вас увидел что-то новое, интересное. Я надеюсь, что это у вас останется на долгую память. Я и мой коллектив, мы все старались, чтобы ваш отдых был спокойным и приятным. Чтобы у вас всегда было чисто, уютно, по-домашнему вкусно. Спасибо вам большое, что выбрали нашу компанию. Самое главное, наш теплоход, отдых на теплоходе «Лунная Соната». Я вам хочу пожелать хорошего настроения, счастья, любви, удачи, благополучия. Но самое главное, хочу пожелать вам, вашим родным и близким, крепкого здоровья и всего самого-самого доброго. Спасибо. Ну и, конечно, напоследок наши повара просто не могли оставить вас без сладкого сюрприза. Давайте поднимем наши бокалы за новые встречи, новые путешествия. И всегда очень рады будем видеть вас на борту теплохода «Лунная Соната». Креветки, кальмар, картофель дюшес в виде груши. Вот у нас рыбка и снизу там много всего. Смотрите, какой огромный стейк здоровенный. Вообще, как раз так, помидорочки. Рыбка потрясающая. Теперь давайте разрушим вот эту грушу. Вот видите, пюрешка такая. Обалденно. И дальше у нас фирменный десерт от «Лунной Сонаты», потому что написано «ЛС Лунная Соната». Проверим. Очень вкусно. Как вот впечатление, расскажите. Во-первых, у нас очень долгий путь. Так, а в спорта с какого года? Мы вообще с Симферополя. Из Крыма. Из Крыма. И ехали мы своим ходом. И погода, и обстановка, и прекрасный теплоход, и компания, и впечатления. Ну, вот-вот, я считаю, очень понравилось. Мы очень вкусно покушали, это был самый крутой ужин. И сейчас такая атмосфера, я просто, я даже не знаю, передается ли вам это через камеру. То есть, вот солнышко, и вода, знаете, такая, как будто какая-то, она нереальная. Такая вот жижика в такое, не знаю, желе что-ли. Так плавно переливается, с нет таких резких волн. Посмотрите, оно красиво так, отблески солнца, очень нереально, просто космос. Птички еще летают, пытаются обгонять наш теплоход, ночью такая атмосфера. Сейчас начнется вечерняя развлекательная программа на нашем теплоходе. Мы уже вплыли обратно в Ладожское озеро. Ночью будем проходить через мой родной город Кирос, где я родился и вырос, и прожил там 20 лет. Но, к сожалению, не смогу снять, потому что ночью мы будем спать. Будем мост проходить, и потом заплываем в Питер, и уже в 9 утра будем в Питере, и конец. Я хотел бы в небе быть и сны, о нем смотреть, сны в облаках. Но ты сказала мне это мечты, и ничего в них нет, вот и все, что сказала мне Крис. Ну, собственно, на этом все, ребята. Обязательно поставьте лайк этому выпуску, если вам понравилось. Напишите в комментариях впечатления о ваших круизах, если вы в такие плавали, подобные, именно по Российской Федерации, по рекам, там, по морям, по озерам. Нам будет очень интересно почитать. Все, до встречи в следующем выпуске. Пока-пока.